Библейский портал экзегет.ру представляет А 137 опять у нас носит подзаголовок «Псалом Давида», как некоторые псалмы, в основном они сосредоточены в начале псалтили, в первых двух ее частях у нас уже давно пятое, и тут их мало, но все же есть. Правда, мы не знаем, Давид здесь – это автор псалма, или он лирический герой, или он та фигура, вокруг которой строится, собственно, ткань поэтическая этого псалма. То есть, как бы Давид об этом сказал. Но в каком-то внутреннем, глубинном смысле, да, это ответ. Это ответ, потому что здесь мы видим, как настроение 136-го псалма, настроение крайне печальное, вот мы в вавилонском плену, с нами все плохо, вдруг резко меняется на благодарность за победу. Давид же жил раньше в вавилонском плене, задолго до него. Победы Давида, они никоим образом не утешают нас в том, что касается вавилонских событий, потому что, ну, да, Давид победил, а потом пришли в вавилоняне, и все опять стало плохо, да, спустя века. Но в истории, и мы читали об этом в 134-135-м, есть такое понятие, как милость Господа, которая навек, его хесед, его деятельная, милостивая и верная любовь, которая проявляется в жизни его народа. И это не значит, что в жизни этого народа нет проблемы темных пятен. Они есть, но все заканчивается хорошо. И в этом смысле 137-й нам отвечает на вопрос, как же быть, когда все плохо, когда Иерусалим разрушен, а мы сидим в чужой земле и не знаем, как нам себя вести. Итак, Псалом Давида. Собственно, одна только мысль, да, вот это такой простой псалом. Господи, я славлю Тебя, преклоняюсь перед Тобой, Ты велик, но самое главное, я знаю, что Ты даровал мне силы, что Ты победил моих врагов, что Ты даровал мне жизнь и отомстишь за меня. Вот ответ на 136-й псалом. Вот призыв, который может обращать человек к себе, когда все выглядит достаточно плохо. Или к Богу, когда все выглядит достаточно хорошо. В первом случае он напоминает себе о том, что это изменится. Во втором он благодарит за то, что это изменилось. Даже трудно что-то еще сказать об этом. О псалме, кроме, может быть, одной маленькой детали. Да прославит Тебя Господи все цари земли, когда услышат слова уств Твоих. Вот в 136-м мы читали такие страшноватые слова о том, что блажен, кто разобьет вавилонских младенцев о камень. Я тогда говорил, что да, конечно, есть аллегорическое толкование, что это дурные помыслы, но похоже, что псалмопевец вот в первом своем понимании хотел именно смерть вавилонским младенцам. А здесь более какое-то гуманное отношение. То есть все цари земли должны услышать об этом. И псалмопевец стремится привлечь их всех к Господу, не просто восторжествовать над ними, победить их, сказать, да, вот все, разбили мы врагов. Очень хорошо. Собственно, сама эта победа должна стать таким явлением, событием, которое привлекает людей к Богу. Но вместе с тем он униженного видит, гордого издали узнает. Вместе с тем нынешнее положение дел, скорее всего, не останется. «Господи, милость твоя вовек!» Повторяет псалмопевец слова из 135-134 псалмов и надеется на то, что это так и произойдет. Ну вот 138-й разовьет эту мысль дальше. Субтитры создавал DimaTorzok